доброе утро друзья часов 7 уже но я поднялся даже раньше будильника потому что я прям над головой сидел вехере орал просто как резанный вот так что у меня был природный будильник вот я уже говорится умылся оправился и собираюсь готовить завтрак так продукты я держу в палатке когда вот так вот в одиночке потому что чтобы не было соблазна даже не столько мышей сколько у лис потому что был у меня случай когда тырили лисы продовольствие у меня в уголочке лежит и сейчас я из этого буду соображать завтрак вот завтрак да как и вся последующая моя еда у меня не стандарт точнее стандарт но экспедиционный в этот поход я взял с собой пробники пробники экспедиционного питания чтобы разобраться что к чему и просто было понятно что стоит делать а что нет но вот вот такая у меня упаковочка самом деле для такого похода но тем не менее что здесь у меня уже известная пшонка и кукуруза в этот поход я брать не буду чит моим ребятам она не нравится не знаю они все прям фу-фу-фу не хотим и то есть вот поэтому у меня избыток и я ее беру чтобы мягко говоря загрызть потихоньку гречка гречка с делаю ее уже второй раз такую но с другим наполнитель раньше в латвии просто для такой гречки покупал наполнитель для такос вот он классный а здесь я купил банку через интернет он чесноком был и так сильно пахнет но это не то там нет томатов это у меня кино с мясом это у меня овсянка ну и понятно делая вот макарончик сегодня я наверно буду готовить гречку что это самое на сомнительное у меня такая штуковина вываливаем содержимое пакет здесь у меня 7 ложек гречки столовых щепотка лука щепотка морковки две столовые ложки сухого фарша говяжьего и вот ложка вот этой вот приправа для такос я нашел у себя какие-то очень старые помидоры но они цельные и я их наломал мелко сюда закинул но их немного у меня совсем поэтому надо посмотреть что из этого выйдет все все это заливаю полутора кружками воды холодной принципе должно хватать одной но с учетом того что полторы ну потому что но как улетает она готовится фактически без крышки смотрим ну я думаю что это все снимаю дальше сама найдет пошел кофе у меня еще один прибабах от trip independence это тоже так сказать набор для еды мне он на самом деле очень нравится единственное блин почему вот это вот пластиковая штука что здесь здесь вот такая квета довольно вместительная из него хорошо кушать здесь вот такая вот тарелка ну где-то на пол литра как минимум это для супчика судя по всему и вот такая вот чашка все из силикона для для кофе или чая все это дело очень качественно все убирается и почему-то две вилка два вилка ложка ножа 21 запасная вот очень хороший набор на мой взгляд он легкий классный но ребят из trip independence эту нижнюю хотя бы сделайте из металла вот реально нужная вещь если будет металл то это можно поставить допустим спиртовку на сухой спирт сухое горючее и разогреть или просто на угле пихнуть потому что это же сгорит а так вообще мне она офигенно понравилось сейчас будет из нее кофе можно было бы вот сделать смотрите эту металлическую а эту оставить пластиковую очень качественно становится здесь я так полагаю предполагалось еще и лента которая замыкает но по моему это излишне прикольная штука ну что друзья пошла гречка мне а ребят вкусно надо же вкус помидоров есть так все гречка остается такая и мясо все разошлось дробленые помидоры вот эти вот чуть-чуть добавить будет класс надо провести эксперимент но практически равна вот по объему 0 3 где-то хорошенько получается очень даже хорошо и держать удобно и и не горячо да мне понравилось классно ничего гречка была очень даже достойная у меня кофе с молоком я сгущенку взял все народ позавтракал допиваю кофе собираюсь ну что друзья я собрался уже наверно минут 30 как и сижу как балбес не могут не может планшет спутники найти чтобы трек записать он сижу жду моря погоды когда он их найдет зависла машинка все вот вот место где у меня стояла палатка вот мой рюкзачина вот я готовы к старту под самую жару попаду сейчас десять с минутами ну все друзья наконец спутники нашлись я под рюкзаком и выдвигаюсь ну что друзья я вот подумал и решил идти по левому берегу ручья здесь я уже ходил мне здесь не очень понравилось густо решил что для такого точного представления надо пройти второй раз как бы уже по известному мне маршрутику цель моя сейчас ближайшая эта стрелка стоянка между муравейником и стрелка где-то не знаю пол километра вот может чуть-чуть побольше вот сначала идет очень такой достаточно простой лес вот он у меня остался там за спиной там ельник посадка вот точнее сначала лес нормальный потом посадочки участок и вот сейчас я вышел большим бобровым запрудом это не там вот их надо обходить по левому краю канала сне образы к маленький а внутри валяются бревна вот это вот очень прошиво и для меня главная задача как можно скорее сваливать солнце ну что солнце жарит конкретно сегодня 5 30 ник обещали то наверное уже и есть потому что на сколько выходит там просто печет довольно сильно подсохла есть вода конечно за пруде но не фундаментально ух это я уже основную густоту прошел орешник в принципе нормально проходимо по моему это было крайняя густота теперь конечно тоже заросли есть но не такие лютые о это бревно я точно перелезал тучка накатилась на солнышко сразу полегче ну что друзья я вышел к стрелке однозначно здесь ближе но вот по мере усилий по моему здесь потяжелее будет заросли гуще так что думаю надо ходить все таки ту сторону отдых у меня так я вам скажу ребят вода чище стало значительно дожди прошли она конечно все равно под фильтрат но значительно чище чем была вот две недели назад класс хорошая стоянка посмотрел между стоянками 850 метров ну довольно утомительный ух а и сегодня еще и жарко вытащил баф он у меня будет вместо платка вытираться потому что под льет сейчас шикалку смоет надо будет заливаться а а не я сегодня еще вообще не пшикался да да ну все друзья отдохнул я такую решил выработать такое такую версию я иду 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 потом подолгу сижу потому что очень жарко а в тени ветерочек какой нормальный вот и можно остыть это радует все длину дальше где-то здесь должна быть плотина а вот обходил крапиву не хотел лезть в крапивни все равно попал упа 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 печок чищеная что я буду лезть в кухню препятствие преодолено все поднялся в ельник теперь по ельнику тут тень тут хорошо ну что друзья ложку я пробежал от того места где стоял стал на отдых очень душно и потащила мощный кучевые облака наверное будет внутри массовая гроза и очень много мух это тоже один из признаков то есть вот можете слышите все аж будет жарко ну все друзья я наконец вышел на новый маршрут все теперь теперь земля незнаемая я ходил этот машин двадцатом году точнее не этот маршрут а к этой цели потому что я шел другим путем сейчас я прикинул совсем другой путь цель у меня одна выйти к реке но прежде чем я до меня доберусь у меня еще несколько таких ручьев впереди вот и сейчас наверное самое главное найти тут такая стрелка сразу двух ручьев которые сливаются уже вполне полноценную речку вот в двадцатом году я как раз вот из-за этого и пролетел потому что я стал переходить в другом месте вот сейчас я хочу перейти эти ручьи в самом крыльце на истоке чтобы ну пройти с наименьшими проблемами но я наконец дошел до речки слепнее паутов просто без меры надеваться некуда здесь хоть помыться можно речка хорошая вот здесь вот я переходил о о кайфово прям блаженство если бы был тут лагерь я бы сейчас вот сюда лег мне до лагеря 6 топать а то есть 7 все какая речка шикардосная название пока говорить не буду а то загадок сейчас узнаю что здесь когда-то дорога была значит на квадроциклах поедут и все и прощай речка так что не ребята мои маршруты для узкого круга тех людей которые ходят с рюкзаками надо бы сейчас вы теряться хотя не хочется что мухи звереет просто совершенно когда мокрые не прям вот липнуть ну вот второй ручеек и опять люто заросшая дорога чисто по азимуту вышел на него за ним должна начаться уже нормальная дорога такая проезжая по которой ездит вышел вот сначала уперся в бобровую запруду потом дошел до плотины ниже ее спокойно перешел все вышел на грунтовку ой как жарко ужасно жарко тут немножко тени на самой грунтовке там лук большой там тени не будет поэтому я здесь решил посидеть остыть хорошо что я пошел один я бы прокляли пойду к рюкзаку ну что получается от ночной стоянки да вот этих двух речек 4 километра я думал я вышел на луговину жарко хорошо что там снова зашел в лес я вышел к ручейку пересекающему скорее тут не ручей а болотина такая конкретная сейчас полезу смотреть на ручеек это такая дорога по просеке идущие пойду по ней все друзья я вышел к речке речка прямо там передо мной а я выбираю место где стоять сейчас пойду спущусь к воде посмотрю в каком она состоянии у меня жестко села но про снимаю на телефон большая камера в рюкзаке но и у меня здесь часто ну ну что я вышел к речке вот но здесь очень неудобный подход там крапивы да и крике эти метров сто по крапиве поэтому я решил пройти вдоль речки вверх метров 300 еще там какая-то старая дорога вот может быть по этой дороге можно спускаться к речке нормально и тогда я там стану пришел перекусить будет салон со слопа тоже есть хочется все друзья мои я вышел на стоянку я перелез на левый берег потому что на правом что там сплошные кушаря и очень паршивый подход был к воде плохой поход подход к воде с этой стороны лучше значительно вот или здесь или здесь буду сейчас такой вы топчу место мне тоже нравится но надо очень интенсивно шуршать шевелиться потому что я слышал уже гром гремит вот так что мой прогноз относительно того что гроза будет вроде бы подтверждается все я ставлю домик вот и только потом пойду мыться потому что можно прощелкать клюв стану вот здесь место ровно и сверху ничего не должно шлепнуться ну все я к дождю готов он там подходит классная речка отличная стоянка сейчас сделал хороший подход нашел маленькая плотинка здесь пришел помыться то уж больно я вонючий так пропотел что дальше ехать некуда да и мухи живут за это что-то там гремела народ чистое небо я растянулся как на дождь классная заводь я сейчас сюда лягу все я наконец запустил трубопечку и первую очередь чай ставлю очень пить хочется я всю воду выдал пока шел ух наконец я достал большую камеру основную я уже наверно часа два как на лагере вот поставил все приготовился к дождю дождя естественно нет уже сварил чай сейчас запустил воду под макароны макароны у нас самый объемный здесь кружка макарон и стартовый пакет такой бульонный воду на я сейчас поставлю пусть пока постоит раскиснет а я чай попью ну вот я высыпал стартовый пакет здесь бульонный кубик две ложки сухого фарша говяжьего щепотка сухого лука щепотка сухой морковки я сначала хотел туда сыпать еще базилик но понял что базилик к стенкам пакета прилипает его потом не вытряхнуть так что я потом его насыплю у меня есть чай с молоком и сушки у меня сгущенка есть я со сгущенкой чай сделал вкусно ну все закинул макарончики бульонный пакет растворился залез палатку уже что я приготовил макарончики а есть не хочу как-то сбил себе вот этим чаем вот да там еще у меня печеньки вкусные были там что такое наелся и ну проваляюсь немножко может быть может быть захочется есть тоже сейчас только начало девятого как бы спать-то рано вот кажется поваляюсь палатка когда открывается как космический корабль прикольно доброе утро друзья верите и проснулся вчера чтобы поужинать меня так отрубила просто от ас часов 8 даже восьми не было еще я рубанулся лет пол где-то где-то в пол восьмого я полез типа я поваляюсь в общем где-то часов в одиннадцать я проснулся развернул спальник залез нею залез в спальник и все и только пол восьмого здесь уже в этих в этом дне проснулся сушки ребят я не хотел есть совсем то есть мне вот двух бутербродов с салом и двух чашек молока смысле чая с молоком и каких-то там а там у меня оставались эти самые вафельки с предыдущего похода ребят не доели бросили в мешочек с сушками вот я их доел и все вот а сейчас я хочу жрать поставил воду потому что я вскипятил чара чай но я половина емкости выпил сейчас поставил новую воду смешаю с той которая холодная уже во фляге на переходе будет самое то меня целая гора остывших макарон в бульончике сейчас попробую разогреть верите друзья я не дождался кофе я вот только сейчас он заварил ждал пока вода закипит я сожрал все макароны холодными они очень вкусные нормально зашло хотя планировал что я их разогрею некогда было ребята сижу и балдею какое место шикарная нашел причем нашел случайно вот просто поднялся на том берегу ничего подходящего не было какой-то хлеб болото не подойти к речке вот шел на том берегу елочки торчат вот я к ним вышел там все в корнях и такой смотрю о подход к воде пошел к воде увидел завалившуюся березу ну думаю тут можно подняться поднялся тут вау вот это моя береза это внизу речка какой овраг получается и в нем речка вокруг просто замечательный лес ну что друзья я собираюсь потихоньку без фанатизма потому что жару мне все равно не миновать потому что сейчас где-то 9 часов и уже жара блин лютая так что а мне просто предстоит где-то сейчас километра три-четыре по лесу это нормально а потом по полям там будет пекло вот и по полям нет почти до самой станции морально готовлюсь к пеклу главное не перегреться у меня после тяньшаня тенденция такая имеется на перегрев ну что друзья я собрался как всегда под самое пекло у меня всего три километра леса где можно отдыхать а потом плешь такая идет с населенкой но одно там радует там хорошие дороги я быстро это пробегу а сейчас мне надо куда-то туда чесать азимута и выходить на дорогу она тут должна быть недалеко лесная дорога по ней я уже буду выходить из леса все друзья я двинул вот там где-то речка я вышел на то место где была когда-то дорога но она вполне себе просматривается надо же такая жара стоит роса еще не ушла еще не высохла вышел на луговину категория здесь сейчас только-только в лесу правда спугнул куропатку классно но естественно снять не успел быстро улетает но часто небольшая плешь и снова в лес так я сижу на опушке к ложку я не дотянул чуть-чуть но там я просто подозреваю что нигде будет стать что я опушку вижу нее метров 150 200 сейчас немножко остыну и уже на плешь все лес кончился здравствуй пекло жесть там осталось тени все друзья я сомкнул 2 3 участки сейчас уже иду на станцию друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и друзья ходить в походы но с правильной подготовкой с вами был андрей чайкин позывной генович